SCP-2432. Перевод. Обслуживание в номерах. Объект номер SCP-2432. Класс объекта безопасный. Евклид. Особые условия содержания. Все сайты о путешествиях и бизнесе, где содержится информация об отеле А, должны отслеживаться на предмет отзывов, содержащих меметические триггеры аналитическим ботом фонда Гамма-09 Мотель Бейтсов, который будет по списку искать меметические триггеры и удалять отзывы при сотрудничестве с владельцами сайта. Только сотрудники, прошедшие тренировку против меметических угроз уровня 3, могут получить доступ к этим текстам. SCP-2432-1 должен храниться в хранилище в маленькой опечатанной пластиковой коробке, чтобы предотвратить биологическое заражение. На момент 15-го получено достаточно информации, так что больше экспериментов с SCP-2432-1 не требуется. Его необходимо держать в хранилище постоянно. Отель А был приобретен компанией прикрытия фонда и несостоящий в фонде персонал не присутствует в SCP-2432, за исключением одобренного персонала, занимающегося уборкой. Один сотрудник класса D должен посещать и спать в SCP-2432 раз в месяц. Он должен быть изолирован там вместе с компьютером. Этот компьютер имеет доступ только к приватной сети фонда, в которой есть зеркала популярных сайтов о бизнесе и путешествиях. Информация, созданная сотрудником класса D, помещается в защищенный файл при помощи данного документа, который содержит весь текст, созданный совместно с SCP-2432. Обновление. 18. Никто из персонала не должен спать в SCP-2432 ни при каких обстоятельствах. Весь выживший персонал немедленно помещается в карантин до 1.8.19. Согласно протоколу удобства, все гражданские лица, имевшие контакт с SCP-2432 до постановки на содержание, должны содержаться, наблюдаться и находиться на карантине до 1.8.19. Все ненеобходимые эксперименты прекратить. Ожидается назначение класса Кетер. Описание. SCP-2432 – это комната номер 710 отеля A. State College, Пенсильвания. SCP-2432 – такая же комната, как и другие в отеле A, с двумя большими кроватями, туалетом, телевизором и ванной комнатой. Сами по себе элементы не аномальны. Внутренние стены SCP-2432 покрыты серебристыми цветометаллополосками, армидной тканью, которая очень прочна, способна выдержать напряжение около 4000 и 3 мегапаскаля. Ни одна из других стен в отеле A не покрыта армидной тканью. SCP-2432 спроектирован так, чтобы оказывать влияние на разум гостя, далее называемого как субъект. Спящего ночью в SCP-2432. Стены SCP-2432 могут генерировать излучение, которое влияет на работу мозга человека неизвестным образом. Это излучение погружает спящего в SCP-2432 в транс. После того, как субъект покидает комнату, ему приходится писать отзыв об отеле A. На популярном сайте о бизнесе или путешествиях. Опыт субъекта часто преувеличен. Разные услуги и сервисы, предоставляемые в SCP-2432, восхваляются. Отзывы часто написаны ломаным языком с частыми бессмысленными и загадочными предложениями. Субъекты сообщают, что не помнят ничего об этих отзывах. Отзывы, созданные субъектами, имеют некоторые текстовые и меметические свойства разной силы. Любой, кто прочтет отзыв, ощутит желание поехать в State College и остановиться в SCP-2432 на ночь. Наиболее мощные меметические триггеры вызывали увеличенное число бронирования номеров в отеле A на 62%. Далее приведены примеры обзоров написанных субъектами на разных сайтах о путешествиях и бизнесе. Для демонстрации выбраны примеры со слабым или отсутствующим меметическим эффектом. Все триггеры удалены. Имя пользователя субъекта IM оставлено на www.tripadvisor.com. Текст. Еще одна отличная остановка в замечательном отеле. Комната была идеальна. Персонал дружелюбен, как обычно. И, конечно, нет лучшего места в измерении многих ульев. Я с наслаждением пил в дружелюбном баре. В этот раз я добавил замечательное бегство, и завтрак был холоден, и завтрак был тепл. Еще одна отличная остановка в замечательном отеле. В ресторане была приятная атмосфера, и еда была первой живости, и ударно подлизывалась. За душу снова. Мой муж ест очень часто, и чувствовать это было наиприятнейшим. Еще одна отличная остановка в замечательном отеле. Еще одна отличная вещь для добавлений в А. Еще одна отличная остановка в замечательном отеле. Остановка в июле 1999 года. Путешествовали с тремя членами семьи. Имя пользователя субъекта. Б. Б. Оставлено на www.yelp.com. Текст. Мы направились на наши лодки в State College. Извне в State College. Через ночь и холод прибыли в 8 утра в State College. Персонал причала отеля позволил нам заехать в 8 утра вечером с нашими 64 молодыми мальчиками. Это был абсолютно отличный, отличный сервис. Мы даже не знаем, как благодарить вас за то, что позволили въехать так рано в State College. Раньше, чем война. Остальная часть обстановки была хороша. Мы потратили почти все наше время в комнате. По большей части просто спали. Место было ультра, ультра удобным. С деловым центром, деловым центром в State College. И позволило мне совершить полуночную пробежку. За немного моим любимым State Collegeским мясом. Пока семья спала и спала, и спала, и спала. State College. Деловой центр. Триггер удален. Деловой центр. Имя пользователя субъекта. К.М. Оставлено на TripAdvisor.com Текст. «Прибывал в этот регион за 14-м камнем. Какой взрыв! Множество людей шатается по улицам и работает в отеле. Мой муж и мой муж и я гуляли слюняве путь, чтобы попасть туда. Кровать в комнате 710 была мягкой и удобной. И ценила декор, что порекомендует кровать, и особенно кровать, и особенно кровать. Триггер удален. В бассейне, и это было классно. Хрустящий синий водород, и вы увидите всех людей, отдыхающих в извилистую угрозу. Полотенце слегка грязное. Спорт-зал был полон полезного оборудования, так что может и тренироваться без страха. И местная дикая природа была замечательна. Я посещал город в прошлом и никогда не видел столько пирующих пум в триггер удален. И людей-туканов было особенно много. Прибытие – июль 2019. Остались на 3 дня месяцев 10 лет. SCP-2432-1 – это маленький органический комок, напоминающий кипящую жидкость, обнаруженный на задней части во всем остальном нормального плоского HD-телевизора LG, находящегося в SCP-2432. Образцы субстанции внутри являют собой смесь ДНК человека, окуня и свиньи. Этот комок прикреплялся к телевизору при помощи клейкой жидкости, которую он вырабатывает и может быть отклеен легко и безопасно. Когда SCP-2432-1 размещен в задней части телевизора из SCP-2432, в дополнение к стандартному набору спутниковых каналов, имеющихся в других телевизорах отеля «Апомеха», появляется еще один канал, называющийся «Комната новости». Ни один из телевизоров отеля «Апомеха» или телевизоров, принесенных в SCP-2432, не имеет доступа к каналу «Комната новости», кроме того, что изначально был в комнате. «Комната новости» может быть доступен только при помощи SCP-2432-1 на телевизоре из SCP-2432. Прикрепление SCP-2432-1 к любому другому телевизору не дает эффекта. Природа взаимоотношений между телевизором SCP-2432-1 и SCP-2432 неизвестна. Программа передач на «Комната новостях» состоит из одного 24-часового безымянного шоу. Все содержимое этого шоу – это одна неподвижная фотография деревенского озера с парусной лодкой. На фоне играет танцевальная песня «Science I left you» группы The Avalances. Постоянно повторяясь, раз в три дня аудиозапись прерывается мужским голосом с британским акцентом, который читает драматический монолог, адресованный зрителю. Содержимое монолога сходно с тем, что пишут в отзывах субъекты и состоит из неумеренного восхваления отеля и его услуг. В целом, стиль жизни, связанного с посещением отелей. В отличие от отзывов, монолог последователен и не содержит меметических триггеров. Несмотря на это, 13% субъектов, кто слышал монолог в контролируемых условиях, описали чувства средние между беспокойством и дискомфортом. Если удалить SCP-2432-1 с телевизора в SCP-2432 и поместить обратно, телевизор сразу начнет передавать монолог. Цикл начнется снова. Если SCP-2432-1 не удалять, монолог будет произнесен повторно через три дня. SCP-2432 впервые появился 6.07.99, когда отель АППП перешел с кабельного на спутниковое телевидение. До этого в администрации отеля нет записей о существовании комнаты 710. Монолог, записанный во время экспериментов с SCP-2432-1-14. Позволь мне кое о чем рассказать тебе. Это правдивая история. Это реально случилось со мной. Это может случиться с тобой. Каждый день ты просыпаешься и идешь на работу. И там вечно что-то не то с твоим начальником. Он безумный, надоедливый и странный. Твои сослуживцы милые ребята, но не хотят с тобой общаться. Они тихие и вообще как бы не тут. И поглощены своими мерками и игнорируют тебя. Не потому что ты урод, или неловкий, или грубый, а потому что ты вообще здесь. И ты начинаешь что-то подозревать по поводу них. Они пропадают в ванной надолго, чтобы заниматься там сексом. И сидят весь день и каждый день в соцсетях. Кроме их привычек и странных вещей, каждый из них ведет свой твиттер, аккаунт так, что кажется, что их дела идут лучше, чем у тебя. Как же ты так отстал? А ты должен любить свою работу. Это твоя страсть. Большинство готово умереть, чтобы иметь работу, что им нравится. А ты и правда должен, но не можешь. Интерес становится рутиной. Рутина становится нудятиной. Один день, другой день, и вот ты уже борешься за сохранение своей души. Это не то, что должно происходить. Должен – это такое мучащее слово. Ловушка для мыслей. Должен. Вашей жизнью управляет должен. Ты едешь домой в своей побитой жизнемашине по все той же скучной улице своего города. И все у тебя вокруг этого пути. И ты не можешь отправиться еще куда-то. Все слишком ярко, и пешеходы-идиоты кругом, да и водилы тоже. Ты добрался домой, а у тебя миллион, миллиард несделанных дел. Тебе нужно закончить эти траканьи бега, но ты мертвецки устал. Ты обещал бабушке написать, ведь у нее будет химиотерапия. Она только научилась писать сообщения. Она уже стара, ей трудно. Все это болезненно для нее. Ты должен быть с ней, но работа тоже требует внимания. У тебя тысячи непрочитанных книг. У тебя миллион проектов, которые надо сделать. Аренда на твои маленькие апартаменты, как и цены на еду, летели в космос. Еще стояк забился. У тебя едва хватает денег на пиццу, и ты лежишь в трусах-боксерах на своем сальном диване 10-летней давности из Икея, что в Фишкиле, Нью-Йорк, который закрылся год назад. Ты помнишь, как еще мама водила тебя туда, когда ты был маленький? Потом она ушла. А теперь ты сидишь жирный, напуганный, в своих трусах загребая жратву в свою рожу. И она нюрая на порнографию, где толстые женщины кормят друг друга и тебя заводят такое. Такие вкусы у тебя извращенные. Но еще ты втыкаешь идиотский ситком по телевизору, потому что не можешь осредоточить внимание ни на чем. И глубоко внутри тебя, под скукой, ленивым оргазмом, рвотными порывами от мерзкой вредной еды, ты чувствуешь глубокую растущую тревожность. Чувство, что ты просто прожигаешь свою жизнь, когда ты пытаешься достичь в чем-то успеха, оставить свой след в мире. Но ты не можешь этого сделать, несмотря на свое убеждение. Чудовищный ужас. Все рассыпается на куски. Рай проходит мимо тебя. А ты беспомощен, обездвижен в своем состоянии, как большой камень, сделанный из разочарования, сожаления, депрессии и недомоганий. Тут ничего нет для тебя. Ты должен покинуть это место. У тебя есть выбор. Надень хорошую чистую футболку, нормальные штаны и объяви, что тебе нужна пауза. Не собирайся даже, даже не бери телефон. Один простой звонок в офис и отправляйся в путь. Полезай в свою побитую машину, что под твоим многоквартирным домом. Дай кошке еду и воду и в последний раз отправляйся в дорогу. Покинь город и свою бывшую, и свои обещания, и свою работу, и свою бабушку, и свою ответственность и заботы. То, что я рекомендую, просто найди отель. Не мотель или что-то убогое. Отель. Даже сетевой пойдет. Отели просто замечательные, не правда ли? Чистые и элегантные. Такие современные и радующие глаз. Тебе не нужно заботиться ни о чем в мире. Еда уже готовая. За тобой почистят. Ты можешь почувствовать, что вся эта роскошь твоя. Во многих есть даже бассейн и фитнес-центр. Так что ты можешь быть в хорошей форме и наладить свою жизнь. Это возможность перегруппироваться. Посмотри на клиентов вокруг. Путешественники в основном. Странные люди, интересные люди. Люди, которых ты больше никогда не увидишь. Путешествия так романтичны, так загадочны. О, какие истории эти люди могут рассказать. А персонал? Такие все внимательные в своих маленьких униформах. Не слушай скептиков. Все эти люди любят свою работу. Ты знаешь это. Комната великолепна. Элегантные обои и картины помогут почувствовать себя налегке. Тут чистые полотенца каждый день и свежая кровать. Вы можете скрыться от шторма, что бушует снаружи. Гром обрушивается на крышу, как железные шарики. Вы можете жить всю жизнь в этом месте. Наслаждайтесь сахарными хлопьями на завтрак в буфете. Получите карту лояльности и не платите денег. Путешествия реально меняют людей. Расслабляют. Приводят форму. Вы станете лучшим человеком в отеле. Сильным, социальным, настоящим солдатом. Почувствуй настроение отеля. Наслаждайся музычкой и съешь эту мягкую вафельку. Возьми пиво себе на вечер. Посиди с народом из местного спортбара. Расслабься. Посмотри тот старый фильм про супергероев по телеку. Живи тут вечно. Наслаждайся отелем. Стань отелем. Никогда не уходи. С чего бы тебе хотеть уйти? Даже когда ты выходишь через эти стеклянные скользящие двери, ты пуст. Отель теперь в твоей душе. И ты чувствуешь себя худшим человеком вдали от него. Ты чувствуешь, что сползаешь обратно в эту серую жизнь. Черная дыра в твоем сердце. Твоя душа – это отель. Твое создание – это отель. Теперь только ты и удобство. Ты сам теперь удобство своей жизни. Воспрянь. Непрекрасно летом. Дополнение. 17. D-34-56, который участвовал в исследовании сна в SCP-2432, обнаружил неизвестную болезнь, когда работал с SCP. Изначально болезнь связали с SCP. D-34-56 был помещен в карантин. Во время исследования офицер медицинской службы нашел маленький телевизороподобный экран, растущий на животе из костной ткани. Также была обнаружена неизвестная кожная болезнь. Пурпурный сыпь в виде узоров цветочек. Постепенно появлялись и другие симптомы. Быстрый набор веса. Глассалия. Медленное превращение нижнего отдела кишечника в фарфоровые трубы. Превращение кишечника в подушки. Замена всех подкожных мышц армидом, обнаруженным в SCP-2432. Субъект был очень неадекватен в этот период. Постоянно и часто повторял слова «воспрянь» и «отдых». Субъект был устранен через 30 дней после начала наблюдений, так как симптомы продолжали усиливаться. Тело субъекта стало примерно кубическим по ходу набора веса, и глассалия стала напоминать телевизионные статические помехи. Труп был сожжен. В последующие 30 дней еще 5 сотрудников класса D и один исследователь, что были задействованы в исследовании SCP-2432, обнаружили у себя сходные симптомы и были помещены в карантин. Болезнь, скорее всего, связана с SCP-2432. Все эксперименты прекращены.